9 сентября в России был объявлен днем всеобщего голосования. В каждом регионе в этот день проходили выборы представителей различных ветвей и уровней власти. В Славянском районе выборы прошли только в Маевском сельском поселении, где выбирали главу местной администрации. Вместе с жителями на избирательных участках побывала и наша съемочная группа. В день выборов с самого утра в Маевском сельском поселении зарядил проливной дождь. Но несмотря на погодные условия на двух избирательных участках, номер 4237, расположенном в здании школы номер 11 хутора Маевского, и 4238, находящегося в сельском клубе хутора Сербина, закипела работа. Ведь важное политическое событие – выборы главы поселения для жителей хуторов должно пройти на высоком уровне. За несколько минут до открытия участка номер 4237 комиссия во главе с председателем Валентиной Гребенюк, как положено по протоколу, опечатала урны для голосования. Ровно в 8 часов утра участок открыл двери для избирателей. Уже пришли первые избиратели, проголосовавшие. Среди них был самый старейший, можно сказать, у нас житель. Ему уже за 90 лет он проголосовал, можно сказать, самый первый. Немножко испортилась погода, но мы надеемся, что люди будут идти, выборы пройдут хорошо. Торговля начала работать. Несмотря на дождь, люди активно шли на участок, а проголосовав, обязательно останавливались у торговых точек, где можно было приобрести продукцию по оптовым ценам. Геннадий Александрович Слепченко всегда приходит на все выборы в первых рядах голосующих. Я здесь живу, рядом, я прихожу, думаю, чтобы все хорошо было, чтобы и нам, чтобы было все. Сделать самостоятельный выбор Геннадий Александрович считает необходимым, ведь это часть его заботы о будущем своих восьми внуков, которые уже совсем скоро и сами пойдут голосовать. Выбор в Маевском – это общее дело. Избрать главу поселения люди приходили с семьями. И каждый отмечал, что отдать свой голос за достойного кандидата – это их прямая и первейшая обязанность. Жена сказала, хочу купить яблок. Поехали рано. Вот из-за этого только приехали рано. А то обычно в 11-10 проезжаем. Потому что там еще дома дела есть. Говорит, давай сначала выборы сделаем, а потом будем заниматься делами. У нас такой принцип. Сначала сделать надо главные политические дела страны, а потом уже свои личные. Кипела жизнь на участке номер 4238, расположенном в хуторе Сербино. Всего на этом участке в списке голосующих числятся 794 человека. Утром, в день выборов, комиссия имела порядка 70 заявлений для голосования на дому. В основном в этом списке инвалиды и пожилые люди, которым в силу физических возможностей тяжело прийти на участок. Семья Алексеевых всем составом собралась на выборы. Но для начала они дождались выездной комиссии, чтобы самый старший член их семьи – Елена Алексеевна Чугунова, которая готовится встретить 84-й день рождения, смогла тоже принять участие в голосовании. Так пойдет? Пойдем. Тем временем погода решила дать возможность прийти на избирательный участок и тем, кого с утра напугал дождь. К тому же на каждом из них для избирателей был устроен настоящий праздник. Гуляй, Россия! Гуляй красиво! А мне по сердцу дарать тепло! Кому-то садились, кому-то диван, Гуляй, Россия! Гуляй, Бог! В 20.00 праздничный день выборов в Маевском сельском поселении подошел к концу. Но для членов участковых избирательных комиссий после закрытия двери участка работа продолжилась. Им предстоял подсчет голосов и оформление ряда сопутствующих документов. Благодаря внедренной несколько лет назад в нашей стране государственной автоматической системе выборы этот этап для комиссии стал проходить намного быстрее. Заседание комиссии прошло у нас практически где-то около 12 часов. Подвели итоги, утвердили протоколы, приняли решение об утверждении протоколов. По итогам можно сказать, что в Маевском сельском поселении приняли участие в выборах где-то 993 человека. В процентном отношении это где-то 60,62% избирателей. Ну, победил у нас на выборах Дмитриченко Андрей Евгеньевич, который набрал более 84%. Также другие кандидаты набрали, Захлыпа набрал в пределах 11%, и Тыщенко набрал в пределах 4%. Поэтому каждый избиратель, приходя на избирательный участок, отдал свои голоса за тех, кого он считал нужным. Как пояснил председатель территориальной избирательной комиссии Славянской Анатолий Чумаков, выборы главы Маевского сельского поселения прошли без нарушений и замечаний. Отдельную благодарность территориальная избирательная комиссия Славянская выразила творческим коллективам района, которые создавали на участках праздничное настроение, а также жителям Маевского поселения, в частности, хутора Сербин, за активное участие в выборах руководителя местной администрации. Мария Климова, Игорь Иванчугов, программа «События».